В зале арт-пространства «Консерва» много школьников и студентов. Открытый диалог, посвященный 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, объединил немало брестских ребят. Это именно та аудитория, с которой сегодня постоянно надо работать, рассказывать о тех трудных днях, которые пришлось пережить в годы войны в Афганистане, о тех ребятах, которые не вернулись. Когда встречаешься непосредственно, говоришь, именно с боевыми солдатами, с боевыми офицерами, которые именно участвовали в боевых действиях на той или иной войне, это говорит о том, что человек рассказывает о реальных событиях, как все происходило, каким образом это происходит. Что приятно, вот ребята, когда слушают такие истории и определенные моменты, они отвлекаются, они не сидят в гаджетах, они не разговаривают с друг дружкой, а с большим уважением слушают и задают вопросы. Если мы потеряем свою молодежь, мы потеряем будущее, а если народ теряет память, то он теряет вообще все. Поэтому мы сейчас здесь проводим эту встречу. Сергей Журбенко из тех, кто вернулся. Воевал лейтенантом, награжден двумя орденами Красной Звезды. Был контужен, но все физические раны затянулись быстро. Душевный до сих пор кровоточат. О войне сегодня рассказывает так, словно это было вчера. Я шел прямо на пулемет. У меня поставили задачу, меня поставили, и я шел. И могу сказать, что было страшно. И коленки дрожали, и хотелось упасть. Если бы сзади солдаты не шли, я бы упал вот так вот, и лег бы, и закрылся. Но поскольку сзади шли солдаты, не мог я опозориться. И вот я шел. И этим самым уже завоевал и доверие и у солдат, и у командования. За время моего командования, я был командиром взвода, ни один человек не погиб. Потому что я их всех взял под свое крыло и вместе с ними делил и кашу, и последний глоток воды, и патроны. Всего в Бресте сегодня проживает более 1200 ветеранов войны в Афганистане. Погибло 28 солдат и офицеров, призванных из нашего города. Афганистан для многих стал точкой невозврата. Но имена своих героев Беларусь помнит и будет помнить. Ведь за нейтральной формулировкой патриотическое воспитание молодежи – высочайший смысл. Крытый диалог, кто он – герой нашего времени. Мы хотим показать молодежи, что на самом деле герои – это не те мультяшные, там, Халки, Железные Человеки и так далее. То есть это настоящие люди. Это ветераны войны, это ветераны Афганистана, это спасатели, это врачи. То есть на самом деле очень много героев среди нашего времени, и о них мало кто знает. Поэтому мы сейчас хотим рассказать, что привить какие-то очень важные, нужные ценности для нынешней молодежи.